У меня такое дело. Я замужем, есть ребенок. Хочу как-то попытаться более мотивировать мужа, стараться что-то делать. Я случайно не бизнес-трейлер? Он работает на себя, и у него не совсем все удачно выходит. Не то чтобы удачно, неудачно, а недостаточно. Еще такой момент. Мы живем в квартире у моей сестры. И тебя это устраивает. Ты мужик. У меня такое дело. Я замужем, есть ребенок. Хочу как-то попытаться более мотивировать мужа, стараться что-то делать. Потому что он работает на себя, и у него не совсем все удачно выходит. Не то чтобы удачно, неудачно, а недостаточно. Я ему и видосы мотивационные скидываю, и нахваливаю, но всего этого недостаточно почему-то. А ты не бизнес-тренер случайно? Что? Ты случайно не бизнес-тренер? Я не бизнес-тренер, нет. А задумывалась об этом? Задумывалась. Я вообще очень увлекаюсь этим всем психологией, и я думаю, люди бы пошли за мной, послушали бы меня. Супер. Только я к чему говорю, что с мужем не надо быть бизнес-тренером. Поняла. Что хочешь услышать от меня? Что бы мне сделать, чтобы мотивировать его больше работать, я не знаю, больше двигаться. А ему ничего в жизни не нужно, что ли? Нужно, и он говорит, что хочет, и он как будто делает какие-то вещи, но я понимаю, что будь я на его месте, я без... Он тоже зарабатывает, я зарабатываю достаточно, он зарабатывает время от времени. На общие. То есть на твои? Ну да. Ну, его тоже деньги есть, я не могу сказать, что мы только на моей живем. Твоих денег сколько в общем семейном бюджете, в процентном соотношении за последний год? За последний год, мои, наверное, 70 и его 30. Не, ну на общие, да, живете на общие тогда, да. В принципе, да. А как насчет того, чтобы перестать давать деньги мужу и перестать, чтобы ваша семья жила на твои деньги? Как тебе такая идея? Еще такой момент, мы живем в квартире у моей сестры. Вот, и как бы, я говорю, что я хочу домой, я уже устала, еще работаю далеко от дома. Сейчас я не в Уральске. Хватит? Вот. Хватит ныть? Поняла. Я тебе вопрос какой задал только что? Какой вопрос я тебе задал перед этим? Как насчет того, чтобы перестать давать ему деньги? Ну, я не то, чтобы ему даю, например, мы идем куда-то вместе, да, с ребенком. Остановись. И я плачу иногда, да. Повтори вопрос мой. Как насчет того, чтобы перестать и давать ему деньги? Ответь на этот вопрос. Ну, тогда он будет нервничать. Пусть нервничает. Ты понимаешь, что проблема в тебе? Ты жалеешь его. Ты спасательница. Это не ты, но давай, это не про тебя сейчас, но такие женщины, которые живут такую жизнь, это женщины нищебродки. И они сами позволяют, разрешают, позволяют быть возле них мужчинами нищебродами. И чтобы это прекратить, не нужно давать модификационные книги. Нужно самой лечиться от собственного нищебродства и от жалости к мужчинам. А как лечиться? Более подробно о том, как изменить свою жизнь, как прокачать себя, как женщину, мы разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке, записывайся бесплатно и темы «Как перезагрузить непонятные отношения», «Как привлекать достойных мужчин», «Как создавать по-настоящему счастливые отношения». Об этом всем и другом бесплатно на протяжении нескольких вечеров. Прямо сейчас регистрируйся и до встречи. Есть две части. Какой первый шаг я могу предпринять? Бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция. Посмотри пять вечеров». В моем профиле Инстаграм. Я смотрела, я проходила первый путь женщины. Ты меня сейчас убила. Ты не могла проходить первый путь женщины. А зачем ты его проходила? Это там мучат, что ли, мотивировать мужчин? Нет. Ну, ты же проходила путь женщины. Когда я проходила, признаться, когда я его проходила, я даже хотела развестись. И меня остановило то, что… Это на путь женщины учат мужчин? Нет, не учат, конечно нет. А зачем ты это делаешь? Гэма, я не знаю, каким боком ты проходила путь женщины, каким местом, боком или какой, я не знаю, чем там занималась. Не зашло. Все ответы на твой вопрос есть. Все. Подробные, четкие, подробные. Да. Что тебе нужно сделать на уровне действия? Это перестать давать деньги мужчине. Перестать позволять, что ваша семья жила на твои деньги. Второе – это перестать жить в квартире с сестрой. Или в твоей квартире, или в квартире твоих родственников. Но ты этого все равно не сделаешь. Я это просто говорю для других. Я сейчас не для тебя это говорю. Я как бы это говорю для тебя, но это я больше говорю для других. Потому что ты все равно… А почему считаешь, что я это не сделаю? Я уверен в этом. Ну почему? У меня написано… Ну такая интуиция у меня. Интуитивно так чувствую. Как мне быть? Продолжать жить так. Тебя же все устраивает. По-честному. Ты пойми, нормальный мужчина, знаешь, что с тобой сделать, когда ты ему сбросишь мотивационную книгу? Да. Что он, как ты думаешь, что он тебе скажет? Ну я бы вообще даже не скинул нормальному мужчине мотивационную книгу. Это просто пример мотивационной книги. Это один из примеров. Ты делаешь еще много чего, кроме этой книжки. Это из-за того, что ты спасибо, что ты сказала откровенно. Себя мотивируй стать женщиной, а не его мотивируй стать мужиком. Ты мужик. Возле мужиков не становятся мужчинами. Возле мужиков только рядом только женщины. И тебя это устраивает. Ты мужик. Да. Пашешь. Мотивируешь других. Тянешь семью на себе. Классный мужик. Ты классный мужик. О котором мечтают многие женщины. Тебя не надо мотивировать. Ты сам мотивированный. Ты сам все делаешь. Для этого хоть отбавляй. Спасибо, Ярослав. Я попробую переехать и перестану давать деньги. И через некоторое время я снова выйду на связь, если можно. Спасибо тебе. Верю, что все будет круто. Спасибо. Пока-пока.